Секция «Науки о земле, экологии и рациональной природопользовании» Второй международной научной конференции «Наука будущего» привлекла в стены Казанского федерального ведущих специалистов этой области страны и мира. Прежде всего, площадка ценится за возможность обмена опытом между молодыми специалистами. Для них выступление здесь – это уникальная возможность сделать новый шаг в своей научной карьере и перенять опыт у своих старших коллег. Впечатления самые положительные. Конференция организована блестяще. Здесь очень много серьезных специалистов. Самое главное, что здесь есть возможность молодым, только начинающим в науке, свой путь сотрудникам, аспирантам, студентам многому научиться, многое узнать, пообщаться, задать вопросы, которые, может быть, они стесняются задавать на лекциях. Здесь очень демократичная обстановка, что тоже в науке это очень важно. Очень важно. Поэтому мне самое положительное впечатление. Я очень признателен организатором и, конечно же, специалистом, работающим в Казанском университете. За такую хорошую организацию надеюсь, что мы еще будем общаться. Программа, предложенная участникам конференции, удивляет своим размахом. В три дня уложилось 31 выступление профессоров, докторов и кандидатов наук и 47 докладов, авторами которых являются молодые ученые. Темы разнятся от биогеохимии до современных проблем исследования Арктики. Я работаю в секции науки о земле и, конечно, все темы, которые мне близки, связаны с наукой о земле. Но в первую очередь, я гидролог по специальности, занимаюсь оценками риска наводнений, прогнозами наводнений. И вот эти вот темы для меня наиболее интересны были. И здесь было несколько интересных докладов на эту тему. Самое главное то, что все гости более чем довольны казанским гостеприимством, и каждый из них высказывает желание вернуться сюда вновь. Тем более речь идет о продвижении науки и воспитании молодых ученых. Сергей Гуров, Роман Самарин, Универ Ньюс. Субтитры создавал DimaTorzok